Дело в том, что у меня перед глазами пример прибалтийских республик, в частности Латвии, да, и Украина пошла именно по этому пути. То есть Латвия вступила в Евросоюз. Скажем так, вот прибалтийские республики, они жили хорошо в тот период, когда там были как-то не странно коммунисты. Первый и последний раз, потому что до этого были шведы, поляки, немцы и так далее. Пришла Россия при коммунистах, Латвия жила очень хорошо. Первый и последний раз, подчеркиваю. Затем коммунисты эти же пришли к власти, а сейчас в республиках Прибалтики это действительно факт. Это нищета, это отъезд работоспособного населения на Запад, и в Россию уезжают люди, да. То есть отток населения, в принципе, мы имеем, ну, такой вот экономический крах трех прибалтийских республик, которые в советское время шли на первых местах по уровню жизни населения. Эстония, Латвия, Литва, Эстония, Латвия, скажем так, было, да. То есть, к чему я это говорю? Украину ждет то же самое, но только в более серьезном масштабе. Сейчас на Украине, насколько я знаю, порядка 38 миллионов человек живет. Опять же, идет отток, очень серьезный отток. Уезжает молодежь, причем уезжает не на какие-то места престижные, да, на Запад, а девушки работают проститутками, ребята работают на каких-то работах, где требуется неквалифицированный труд. Поэтому, если честно, мне очень хотелось бы, чтобы на Украине все наладилось, но видя, что сейчас там происходит, видя вот руководство, его шаги, на это, надеяться, не приходится. Допустим, посмотрите, кто, ну, вот губернатор Одесской области Саакашвили, да, Михаил Саакашвили. В принципе, фигура одиозная, одиозная даже для Грузии. Да, какие-то шаги он сделал, которые принесли ему в Грузии популярность, но на данный момент, вот кроме горькой, к сожалению, усмешки, его деятельность ничего не вызывает. И откуда мог появиться Саакашвили? С чьей подачи? С подачи руководства страны. Понятно, что Порошенко и Цинюк, они ретранслируют позицию Соединенных Штатов Америки. Допустим, это ни для кого не секрет, если уже Саакашвили выбивает для своих сотрудников из американского фонда, ну, в принципе, от американского государства, да, он выбивает заработную плату. О чем здесь может быть и череп? В принципе, это сюрреалистическая картина. Губернатор Одесской области грузин, который сформировал кабинет, получающий зарплату в Соединенных Штатах Америки. Не, ну, там еще какая-то девица из Эстонии была к экономическим проблемам близка. Этот Абрамаевич, баскетболист, который в Литве не отметился никакими успехами на экономике, ну, в принципе, на работе в органах государственных. Поэтому ничего хорошего я там в ближайшее время не вижу. Есть ли американцев, устраивают у власти такие люди, как Порошенко, Цинюк, мэр Кличко. Киев прекрасный, красивый город, которым я неоднократно был, но надо же вещи называть своими именами. Кличко человек, скажем так, получивший значительное количество травм в ринге. Он не может нормально мыслить, он не способен к этому, но, тем не менее, он остается на посту мэра одного из красивейших городов Европы, ну, на самом деле, да. Поэтому, к сожалению, в ближайшее время я на Украине ничего хорошего не вижу. Продолжение следует...